Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем учиться работать в программе Powerpoint. Мы уже научились создавать фон для своего слайда, делать надпись и ставить на эту надпись анимат. Сегодня мы будем загружать картинки на наш слайд и работать с этими картинками. Для этого мы заходим во вклад «Вставка», нажимаем вкладочку «Рисунок» и попадаем на наш компьютер, в ту папочку, в которой у нас собран материал для нашей презентации. Ну и вот давайте поставим для начала вот эту картиночку. Смотрите, картинка очень большая, ее нам надо уменьшить. Для этого берем за любой уголок и по диагонали двигаем ее. Наша картиночка уменьшилась. Мы ее поставим давайте вот таким образом и загрузим еще одну картиночку. Вот это вот эти молодые люди. Посмотрим, как они у нас будут. Отлично. Таким же образом мы их уменьшаем. И вот сейчас давайте мы их вот сюда поставим. Нашу надпись перетвинем повыше. Вот таким образом. А этих молодых людей поставим вот сюда. И у нас получилось, что наши молодые люди пошли совсем в другую сторону от первого класса. Что здесь можно сделать? Смотрите, картиночка у нас выделена. У нас появилась вкладочка работа с рисунками. И здесь есть такая функция, как повернуть. Мы нажимаем и отразить слева направо. И вот наши юные школьники, хоть и оглядываются назад, но идут по нашей дорожечке. Так, мы сейчас еще аккуратненько поставим. Мы их поставили. Теперь, смотрите, с картинками можно работать тоже по-разному. Их можно так сделать, можно так сделать. Но, как говорится, это все зависит от того, что вы хотите показать. То есть, вот для этой картиночки никакого дополнительного оформления не нужно. Давайте поработаем вот с этой картиночкой. Что можно здесь сделать? Ну, разворачивать мы ее не будем. Смотрите, если мы ее отобразим, у нас тоже получается, что портфель пошел в школу, а ученик в другую сторону. Можно поработать в таком плане «Скорректировать». Я вам просто показываю, потому что вы-то будете ставить свои картинки, и вдруг там нужно будет что-то сделать. Так, сейчас я переставлю картиночку так, чтобы ее видно было. Вот коррекция идет, да, смотрите. Но это, если вам надо. Можно поменять и цвет этой картиночки при желании. Все зависит от того, какую картинку вы загрузили, и что вы хотите с ней сделать. И вот так можно сделать. Но у меня стоят такие картиночки, что с ними вот как раз ничего и делать не надо. И вот мы наши картиночки поставили. Теперь нам нужно выставить анимацию на эти картины. У нас уже в области анимации стоит анимация на нашу надпись, на первую и на вторую. И сейчас нам нужно сделать анимацию для картинок. Так, и что же мы выберем? Давайте вот это. Так, но мы ее сделаем не снизу, а сверху. Мы заходим в параметры и будет выплывание вниз. И вот смотрите, что здесь еще можно сделать. Передвинуть нашу анимацию. Сейчас мы ее настроим. Настройка идет точно так же, как и с надписью. Так, мы сделаем вот так вместе с предыдущим и сделаем 2 секунды. Вот таким образом. И сделаем анимацию для нашей второй картиночки. Делаем появление. Выставляем с предыдущим и сделаем так же. 2 секунды. Окей. Но выставим параметры. Вот так. А теперь посмотрим, что у нас получилось в целом. Ставим на просмотр. Прекрасно. Здесь еще можно сделать такое, что сделать задержку. Мы заходим во время. И вот здесь мы можем выставить задержку. Давайте таким образом поставим. То есть, вот эта надпись пойдет с задержкой в 1 секунду. Ну и, соответственно, молодые люди появляться будут с задержкой в 1 секунду. Итак, смотрим. Нет. Давайте сделаем здесь. Дело в том, что это творчество требует усидчивости. Потому, что не один раз придется нам проверить нашу работу на просмотре. Ну, вот, в принципе, и нормально. Картиночки мы наши выставили. Можно еще добавить сюда картиночек. И еще один момент я хотела бы показать вам с картинками. Раз уж мы заговорили про эти картинки. Работу с картинками я вам показала, что можно их обработать по-разному. Но картинки еще иногда бывают большими. Или вам нужен какой-то фрагмент от картинки. Поэтому есть такая функция обрезка. Вот сюда нажимаем. И смотрите, вот по этим черненьким элементам вы продвигаете свою картиночку и выставляете то, что вам нужно будет обрезать. Но так как мы обрезать ничего не будем, у нас картиночка остается целой. Я желаю вам поработать с картинками. Сюда можно, кстати, вставлять анимационные картинки. Они уже сразу будут работать. Давайте я вам покажу. Также идем во вставку. У меня есть анимационная картинка вот такая. Мы ее убавляем. И вот сюда вот поставим. Так, еще секундочку, немножечко уберем. И вот давайте посмотрим, как же она будет выглядеть. Анимацию мы на эту картинку не поставили. Поэтому она у нас сразу со слайдом и открылась. Но посмотрите, это анимационная. И она сразу же работает. Сегодня мы с вами научились загружать картинки, работать с картинками, выставлять анимацию на эти картинки. В следующий раз будем ставить музыку в наш слайд. До следующего урока. Всего вам доброго. Удачи. С вами была Александра Боблева.